Привет народ! И да, я не случайно начал программу с этой фразы, ведь ее произнес Человек-паук в противостоянии. А я сегодня собираюсь рассказать о новом фильме про доброжелательного соседа из Нью-Йорка. Без спойлеров, конечно. Ну, наверное, точно не уверен. Кроме этого, конечно, анонс новинок кинотеатров. Чуть-чуть проговорим про сериалы, затем опять будут новости и интересные факты из известных фильмов. Немного расскажу о том, что посмотрел в последнее время и на этом все. По некоторым причинам сегодня не будет хороших фильмов от хорошего человека. Кстати, забыл представиться, меня зовут Гожа, а это ссылки на мои социальные сети. Подписывайтесь или нет, ваше дело. А мое сказать, что в эфире новый выпуск Киномании и мы начинаем. Июльский фестиваль соседства громких пример с малоизвестными, но добротными фильмами продолжается. По мнению многих, главная премьера этой недели это, конечно же, Король лев. Киноадаптация известного мультфильма от Джона Фавро, который уже занимался чем-то подобным, когда работал над книгой джунглей. Сюжет знаком каждому, кто посмотрел оригинальный мультфильм, поэтому вкратце о нем. У царя зверей Муфасы рождается наследник Симба, и за козней другого льва Шрама Симбу изгоняет, но он пройдет все испытания и вернется назад, чтобы вернуть то, что его по праву. Критики довольны визуальной составляющей, все сделано на высшем уровне, но ругают за вторичность, поэтому, идя на фильм, не стройте иллюзии, что вы увидите кардинально новую историю. Также отмечают, что звездами нового фильма стали Тимон и Пумба, огромная заслуга в этом Сета Рогана и Билли Айкнера, озвучившие их. Осталась ли эта изюминка в русском дубляже, непонятно, однако я хочу посмотреть этот фильм и даже, наверное, в Аймакс. Беги, Симба, и никогда не возвращайся! Займи ты свое место В вечном круге жизни Король Лев Вместе с Королем Львом вышел второй фильм Ари Астера, еще вчерашнего дебютанта, а уже сегодня мастера своего дела, фильмы которого ждут. Его прошлогодний ужасник Реинкарнация был хорошо встречен, а новый фильм Солнцестояние только, как мне кажется, закрепит успех. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на постер. Издалека нам кажется, что девушка счастлива, но приглядевшись мы видим натяжную улыбку и слезы, и от этого сразу мурашки начинают бегать по коже. Итак, сюжет фильма будет разворачиваться вокруг молодой пары, которая решила отдохнуть в шведской глубинке у своих друзей. В это время там проходит яркий праздник в честь летнего солнцестояния. Но легкое, радостное настроение меняется на широкие глаза страха, когда выясняется, что главные герои попали в самый центр языческого культа. У нее тяжелый период. Кристиан сказал, у вас вся неделя распланирована. Это такой безумный праздник. Древние обряды и костюмы. Звучит интересно. Невероятно. Добро пожаловать на праздник Солнцестояния. Ской! Который час? Девять вечера. Не может быть, светло как днем. Летом здесь всегда так. Сколько вы уже вместе? Три с половиной года. Четыре. Правда? Да. Что скажешь? Здесь будто другой мир. Завтра важный день. Это страшно? Что это? У него особые свойства. Доход. Что со мной? Это акклиматизация. Ничего подобного. Нужно уезжать. Это исключено? Что происходит? Почему ты нас пригласил? У тебя виноватый вид. Ты знал. Мы делаем это раз в 90 лет. Я очень ждал именно тебя. Солнцестояние. Также в прокат вышла криминальная комедия «Искусство обмана» с Тео Джеймсон и Эмили Ротаковски. Мне нравятся фильмы про аферы, про различные ограбления банков и богачей, несмотря на их схожесть друг с другом. Они драйвовые и динамичные. За ними спокойно можно скоротать вечер или многочасовую поездку в другой город. Так вот и этот фильм, скорее всего, меня не разочарует. Сразу уточню, что чего-то умопомрачительного я от фильма не жду и вам не советую. О чем же этот фильм? Знакомится как-то молодой, но мастерский вор произведений искусства и красивая девушка, модель с высоким IQ. Они быстро находят общий язык и хотят провернуть аферу. Но получится ли у них? И честны ли они друг с другом? Или все это лишь большая игра, чтобы сорвать куш побольше? Разгрести отцовский бардак. Что это? Знаешь, как работает? Дуло в другую сторону, а так хорошо. Я хочу в дело. А чего вот это? Перестань, я могу помочь. Я Маргарит. Я Карен. Элис. Повеселитесь там. Вы такая милая пара. Спасибо. Вы за мной следите? Я из ФБР. За три года вы украли предметов искусства на 75 миллионов долларов. Твою ж! Что вам нужно? Организатор. У меня сюрприз. Еще одно дельце, и мы квиты. А какой выбор? Выбор, умереть или нет. Супер. Ты что-то от меня скрываешь. Ты проколешься. Может, не ты, а твоя психованная подружка. Или братишка с биполярной. Всегда есть слабое свино. Может, минута молчания? Ну и долго ты еще будешь молчать? Что? Новинки сериалов. Эту рубрику сегодня сложно назвать именно новинками, потому что до середины июля никаких премьер не было. Но зато выходили вторые и последующие сезоны. Вот о некоторых из них мы сегодня и поговорим. 8 июля на MTV стартовал третий сезон Крика, основан на одноименной серии фильмов Уэса Крэвина. Я смотрел первые два сезона, которые вышли еще в 15 и 16 годах соответственно, и мне понравилось. Но вот в чем дело. Третий сезон – это полный перезапуск шоу. Действия развернутся уже в другом городе и с другими персонажами. В центре сюжета – лучший игрок местной футбольной команды. Он готов трудиться, не покладая рук, чтобы добиться для себя светлого будущего. Но тайны прошлого настигают его, грозя разрушить привычный мир и навредить новым друзьям. Скажу честно, мне не нравятся вот такие вот перезапуски. Поэтому маловероятно, что я продолжу просмотр сериала. Озеро, в котором утонул знаменитый убийца. Ты какой-то мрачный. Это еще мягко сказано. Обри, ты где? Как только находят первое тело, сразу же начинается массовая резня. Крик 10 июля вышел тоже третий сезон драмы от FX «Снегопад», которая повествует о настоящей эпидемии наркотической зависимости, имевшей место быть в 80-е Лос-Анджелесе. В сериале четыре ярко выраженных героя, чьи судьбы обязательно пересекутся. На хвосте у нас копы. Бизнес на улице. Много ненужных проблем. Я имею дело только с крутыми клиентами. Они берут кокс, варят рог, продают. А наше дело – привези-забери. Одна проблема. Не знаю, куда девать деньги. Лучшая из проблем. В июле. Прокуроры взяли заглотку всех в Колумбии. Цены растут. Прямо так? Только благодаря мне ты свободно дышишь. Что бывает, если к нам лезут на территорию? Если хотите всерьез заниматься бизнесом, предлагаю сотрудничать. И либо мы останемся в бизнесе, либо тебе и всем, кого ты знаешь, конец. Я всех вас достану. Я и ты. Мы на войне. Папа! Все в порядке? В норме. Бизнес стал слишком велик. Это не о тебе. Это обо всех нас. А вот и мы тут, на вершине мира. Как самочувствие. Охренительно. Премьера сериала «Июля» на FX. 11 июля стартовал второй сезон сериала «Аванпост». В центре сюжета – единственная выжившая из расы черной крови. Или, как еще их называют, чернокровок. Она ищет убийц семьи, чтобы совершить свое правосудие. Во время пути она обнаруживает, что обладает сверхспособностями. След же ее приводят к замку на границе обитаемых земель. Если вы читали «Волкодав», то сюжет вам может кое-что и напомнить. Хорошая новость для фанатов Зиндаи. Эйфорию продлили на второй сезон. Наконец-то стала известна дата старта второго сезона «Охотников за разумом». Он выйдет совсем скоро, 16 августа. Об этом сообщил сам Дэвид Финчер. Могучие рейнджеры 2017 года не получат сиквел. Как бы они ни намекали на это в ценах после титров. Вместо этого нас, скорее всего, ждет очередной перезапуск. «Мандалорец», сериал по вселенной «Звездных войн», выйдет 12 ноября. Но уже идет разработка второго сезона. Также стало известно, что на производство одной серии первого сезона студия тратила около 15 миллионов. Наконец-то нашли замену Джуни Деппу на главную роль в фильме «Человек-невидимка». Им стал Оливер Джексон Коэн, который многим стал известен благодаря сериалу «Призраки дома на холме». Кажется, с мечтой догнать аватар создателям «Мстителей» пора распрощаться. За прошедшую неделю фильм собрал еще примерно 2,5 миллиона, но остается еще целых 7. Дэмьян Шазелл написал сценарий к своему будущему фильму. Лента будет называться «Вавилон», а одну из ролей может исполнить Эмма Стоун. О самом фильме известно мало, разве что действия развернутся в Голливуде 20-х, в эпоху смены немого на звуковое кино. Некоторые описывают грядущую работу как авторское кино с большим бюджетом. Джордж Мартин заявил, что не будет ничего менять в своих наработках для последних двух книг цикла «Льда и огня» из-за негативных отзывов на восьмой сезон. Сериал про Джека Ричера нашел свой дом. Им стал канал Амазон. О дате съемок и касте пока ничего не сообщается. Очередной скандал назревает в сериальном мире. А все из-за второго сезона «Большой маленькой лжи». Его снимала Андреа Арнольд, которые дали полную свободу действий. Ее вариант удовлетворил и продюсеров, и актрис, сыгравших главные роли, Рис Уизерспун и Николь Кидман. Но, но шоураннер Дэвид Келли и Жан Марк Валле досняли и все перемонтировали. Вот, кстати, и трейлер второго сезона. Это просто медуза из Монтерея. Я раздавлю тебя, как насекомая. Итак, да начнется второй класс. Я чувствую ответственность за несчастный случай. Она достанет нас, достанет всех. О чем ты говоришь? О лжи. Детектив просто давит на нас, пока кто-то не сломается. Ты же не думаешь, что мой сын поскользнулся. Он знает, что я вру ему. Когда мы проявляем чувства, особенно плохие, они могут превращаться в чудовище. Вы видите себя чудовищем? Я вижу, как нам досталось. Нас разъедает всех до единой. Мой сын погиб, и мне нужны ответы. Я вам ответила. Но кое-что утаило, верно? Ты хотела его бросить. И ты узнала о его измене всего за 10 секунд до его смерти? Нет! Ох, ты не сказала и об этом. Большая маленькая ложь. Привет из других вселенных. В фильме «Человек из стали» сообщение генерала Зода транслируется на английском, китайском, португальском, испанском, а также на клингонском языке. В начале невероятной жизни Уолтера Митти главный герой выбирает машину в прокате. Там их две. Красная и синяя. Конечно, красную восклицает Митти. Вот такая вот отсылка на Матрицу. Сцена в Дэдпуле, когда герой оставляет сумку, набитую оружием в автомобиле таксиста, была вынужденной мерой. Так как бюджет резко сократили и пришлось выкручиваться. Зато какая шутка и в целом сцена получилась. Компания «Мерседес» подала в суд на фильм «Такси», так как в конце фильма прозвучала фраза в адрес водителя «Мерседеса». Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах? «Мерседес» выиграл 2 миллиона долларов в этом суде. В фильме «Назад в будущее», когда Марти проходит отборы для школьных танцев, он исполняет песню «Сила любви» музыканта Хью Льюиса. Член жюри, который говорит ему «слишком громко» и есть сам Хью Льюис. Напомню, что каждый год я ставлю себе цель посмотреть 100 фильмов новинок. В этом ничего сложного нет, всего-то нужно посмотреть 2 фильма в неделю. Но мир сериалов со мной никогда не соглашается, поэтому мне приходится устраивать мини-марафоны, чтобы наверстать упущенное. Сейчас я медленно, но верно приближаюсь к отметке 50. Как обычно, расскажу про несколько фильмов, которые я недавно посмотрел. Начнем с недавней премьеры «Человек-паук. Вдали от дома». Если не смотрели его, то не бойки спойлеров, их не будет. Начну с того, что новый фильм Джона Отца – это идеальный пример летнего блокбастера. В нем есть все, чтобы отлично провести 2 часа в прохладном кинозале, скрываясь от июльского зноя. Он смешной, он простой, но с интересным сюжетом, задевает вопросы и темы, которые близки почти всем. Самый главный плюс, что в этом фильме есть реально твисты, которые удивят зрителя. И в отличие от типичных летних блокбастеров, есть что заспойлерить. Уточню, что в фильме две сцены после титров. И обе очень важны для будущего киновселенной Марвел. На прошлой неделе вышел фильм «Али Рули». И несмотря на отечественную адаптацию названия, я думал, что это будет отличная комедия, которая сравнится с ночными играми. Но тут даже близко нет. Есть несколько шуток, но в основном это стерильный, даже монотонный фильм, который вас не развлечет, что собственно и является основной его задачей. Дуэт Кумейла на Джиане и Дэйва Батисты также не зацепил. Хотя Кумейл – талантливый комик, а его любовь-болезнь чуть ли не обязательна к просмотру. Из тех фильмов, что недавно вышли в кино, я еще посмотрел «Однажды в Стокгольме». О том случае, откуда появился термин «Стокгольмский седром». Случай произошел в 1973 году, когда в шведский банк ворвался вооруженный грабитель, оставив заложников несколько человек. Спустя четыре дня эти заложники помогали и даже защищали преступника всеми силами, чтобы ему не навредили штурмовавшие банк полицейские. Фильм интересный, полтора часа пройдут, к тому же еще и полезно для кругозора. Несколько месяцев назад я пошел, например, у волшебного парка Джун. Но так посмотреть полностью и не получилось. Сначала я опоздал на сеанс, а потом и вовсе уснул. Но я тогда думал, что сказалась усталость. Сейчас же я решил его снова посмотреть, от начала и до конца. Но оказалось, что дело не только в осуществе сил во время сеанса. Начало невероятно затянутое для менее чем полуторачасового фильма. Основные действия стартуют спустя 30 минут, но за это время успевает так наскучить. Однако потом становится интересно. Мне в первую очередь понравилась небанальная задумка и красочность мультфильма. В общем, если вы готовы перетерпеть утомительную экспозицию, то смело смотрите мульт. Такие дела. Пора заканчивать наш выпуск и начинать ждать следующий. Но, как и в случае с искусством обмана, многого не ждите. Если посмотрите один из тех фильмов, о которых я сегодня говорил, то напишите мне, чтобы обсудить. Только начинайте разговор без спойлеров. Автодруг, я еще не посмотрел этот фильм. Если вы вдруг не увидели, то вот ссылки на мои соцсети. А теперь давайте прощаться. Расходиться по своим делам, но договоримся. Что встретимся в это же время и в этом же месте ровно через неделю. А может даже вы решите заглянуть в гости на мои викторины. Буду рад вас видеть. Но пока всего вам доброго, всего вам хорошего. И больше вам лучших фильмов и сериалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова